В Красноярске закрылся первый в крае мусоросортировочный завод. Бизнес оказался нерентабельным. Предприниматели обвиняют местную власть в отсутствии поддержки, а у чиновников правда своя. Кто же виноват и что делать, в этом разбиралась Мария Кунская. Сейчас в здании первого в Красноярске мусоросортировочного завода работает только пресс. Два месяца назад владельцы компании были вынуждены остановить производство. Работу потеряли 70 сотрудников. Ежемесячная зарплата 10 тысяч рублей. Вот только и ее задерживали. Но говорить об этом на камеру рабочие боятся. Зачем у тебя проблемы с зарплатой? Больше года уже. Сколько даже? 100 рублей. А у тебя еще отец работает? Да, ему 150. Обещают облатить? Обещать не обещают, потому что работают. Ну, добрать и лучше. Сейчас долги предприятия, в том числе и по заработной плате, более 10 миллионов рублей. А в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело. Изначально же в производство было вложено около 80 миллионов. Сами предприниматели объясняют причины провала столь успешного на Западе бизнеса просто. Сейчас в Красноярске, да и по всей России, мусор выгоднее развозить на полигоны, чем сортировать и тем более перерабатывать. А разговоры об экологии так разговорами и остаются. По словам бизнесменов, когда производство только запускали, рассчитывали на поддержку местных властей. На льготы по аренде и налогам. Бизнес доверился власти, что да, власть будет работать в данном направлении. Но на сегодняшний момент ничего не сделано. Поэтому сегодня бизнес пришел к выводу, что давайте лучше все закроем, продадим, хоть что-то обратно заберем. А дальше развивать нецелесообразно. У нас всегда в стране будет земля дешевле, чем строить мусорострировочные заводы. Поэтому мусор всегда будет проще вывалить в яму. К тому же это очень выгодно для жилищного бизнеса. Судя по обычной квитанции от жилфонда, среднестатистическая семья за отгрузку твердых бытовых отходов в месяц платит чуть больше 90 рублей. А в городе 300 тысяч квартир. Умножаем и получается кругленькая сумма 27 миллионов рублей. Именно столько получают жилищники за отгрузку мусора в месяц. В год получается сумма куда значительнее. Более 320 миллионов. Откуда берутся такие астрономические суммы? Их установили сами коммунальщики. Ведь никто на самом деле не знает, сколько мусора вывозится на полигоны. Там отходы никто не взвешивает. А вот на мусороперерабатывающих заводах их принимают по весу. Эксперты сходятся во мнении, что красноярцы сильно переплачивают. Понятно, что возвращать людям деньги и расставаться с таким доходным бизнесом жилищники не хотят. И такая система существует многие годы. Только в этом году власть решила заняться мусорной проблемой. Сейчас разрабатывается специальная целевая программа. Мы намерены увеличивать плату в перспективе для жилищников за вывоз не отсортированного и не переработанного мусора сразу на полигоны. Здесь же мера по увеличению штрафов за несанкционированные свалки. В 2012 году будут первые мусороперерабатывающие предприятия, но пока еще не глубокой переработки. Тем не менее, не дожидаясь помощи, два месяца назад в Красноярске открылся новый мусоросортировочный и частично перерабатывающий завод. Какая судьба его ждет, неизвестно. Очевидно одно. Без волевого решения властей дело не сдвинется с мертвой точки. Пока не будет наведен порядок в отрасли, предпринимателям на рынке этого грязного бизнеса места не будет. Мария Кунская, Вячеслав Шапошников, Александр Шевелев, Эдуард Ляйс, Вести, Красноярск.